Вот она, новейшая разработка российских инженеров, перспективный танк Т-14 на основе универсальной платформы Армата. До сегодняшнего дня машина находилась, что называется, под грифом секретно, однако для нашей съемочной группы сделали исключение. Первое отличие от предшественников, это, конечно же, семикатковое шасси. До этого танки создавались лишь на шести катках, а эта платформа позволяет увеличить мощность, проходимость и скорость машины. Механики-водители уже успели оценить достоинства нового танка. Я успел уже накатать на ней более 400 километров за все эти тренировки. Машина более удобнее в управлении, чем в серии Т-72. Поворот уходит плавно, двигатель развивает более мощные возможности. Просто танк рвется в бой. Тактико-технические характеристики машины пока держатся в секрете, однако уже известно, что на Т-14 установлена новейшая радиолокационная система. Она позволяет одновременно отслеживать до 40 наземных и 25 воздушных целей. В качестве орудия на танке используется 125 миллиметровая гладкоствольная пушка, которую смело можно назвать и пусковой установкой, так как она способна стрелять всеми современными и перспективными типами снарядов, в том числе и управляемыми ракетами. И гарантированно с точностью поражать цели на расстоянии свыше 8 километров. Ну, надо приручать это, вот как дракон, знаете, в древние времена, вот как приручить, так он и будет с тобой ездить. Очень потрясающая машина, потрясает своими размерами, так сказать. Управление очень простой. Ну, я думаю, будет надежный танк, только надо дождаться его на вооружении. И все, там уже обкатаем. Башня УТ-14 необитаемая. Подобное конструкторское решение применено в танкостроении впервые, а экипаж располагается в районе шасси в многослойной бронекапсуле. Как уверяют сами разработчики, еще не придумано такого снаряда, который смог бы пробить броню этой машины. Для контроля за обстановкой на поле боя используются десятки видеокамер высокого разрешения и различных датчиков, которые позволяют обозревать обстановку на все 360 градусов в любых погодных условиях и даже при полной темноте. Есть система противодействия поражению машины. Та, которая на подлете боеприпаса поражает его, этот боеприпас. А также система, это непосредственно самой защиты уже когда при попадании боеприпаса. Мы эту задачу решили с помощью всеракурсной защиты, динамической защиты. Принцип модульности позволяет устанавливать на Т-14 практически любые узлы и агрегаты, оборудование и вооружение. Испытания машины уже начались, однако научно-технический прогресс не стоит на месте, так что окончательный результат может превзойти даже самые смелые ожидания и прогнозы. Артем Патерин, Станислав Пономаренко и Валерий Глушаков. Вести.